Мы живем в эпоху потребления и не задумываемся, сколько отходов от наших покупок. Как снизить экологическую нагрузку на планету и перейти к осознанному потреблению. Здравствуйте! Это программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Сегодня у нас в гостях Наталья Сибирцева, экоактивист. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Наталья, вопрос такой, как вы пришли к экологичному мышлению? Я думаю, что все это пошло еще из детства, от моих родителей. Все мы очень любим природу, и когда мы все вместе с семьей отдыхали на природе, мы не только не оставляли мусор на природе, мы еще собирали мусор с другими людьми и отвозили это в город. Я настолько люблю природу, что решила связать свою жизнь с ней и решила выучиться на биолога и специализироваться по программе экология. Давайте поясним, что такое экология, потому что многие сейчас употребляют этот термин по делу и без дела. И ставить знак равно между экология и загрязнение окружающей среды. Так что такое все-таки экология с точки зрения науки? Да, совершенно верно. Очень многие говорят, вот у нас плохая экология. Нет, экология у нас в порядке, потому что экология это наука о взаимоотношении организмов с окружающей средой. В том числе сюда входит и понятие охраны окружающей среды. Это более такая узкая ее часть. Итак, мы живем в эпоху потребления, постоянно что-то покупаем, и считается, что вещи, которые мы сейчас покупаем в магазине, где-то заказываем в интернете, они используются с нами совсем недолго, и большая часть идет на контейнерную площадку. Мы их несем на контейнерную площадку. Какая часть из этого будет перерабатываться и найдет свое вторичное использование? Ну, по разным оценкам это где-то 3-4 процента у нас в России. Но это, конечно, очень мало, потому что на самом деле можно добиться того, чтобы перерабатывалось практически 100 процентов всего того, что мы использовали когда-либо. А каким образом можно перерабатывать? Мы должны внедрить новые технологии, использовать материалы вторично. Я знаю, что вы практикуете, например, лично очень давно раздельный сбор мусора до того, как появились у нас отдельные клетия на контейнерных площадках. Я даже предпочитаю это называть не мусором, а вторсырьем, потому что это подчеркивает то, что это тот же самый ресурс, просто вторичный. Но мало того, мало переработки. Необходимо еще и отказаться от того, от чего мы можем, в принципе, отказаться. Это огромное, избыточное количество упаковки. То есть тут возможно, во-первых, использовать оборотную тару. Можно использовать свою тару. Но сейчас у нас это несколько... Многие пытаются это сделать, но не всегда мы имеем на это право. Когда у вас появляются какие-то лишние вещи, куда вы все это относите, кому-то предлагаете? Я имею в виду одежда, какие-то там пластиковые бутылки, баклажки. Этому можно найти второе применение? Да, конечно. Во-первых, что касается одежды, то я стараюсь покупать такую одежду, которая мне... Вот я знаю точно, что она мне будет нравиться очень долго. Не разонравится в течение очень большого времени. Но если... Всякое может случиться. Допустим, человек или поправился, или похудел наоборот, или что-то такое. Этой вещи обязательно можно найти применение. То есть кому-то эта вещь обязательно будет хороша, подойдет. И поэтому я отношу... Мало того, что я свои отношу, меня еще просят иногда, а может быть, ты отнесешь тоже мои? Вот. Я тогда помогаю людям и отношу вещи в добрую точку. Потом вот у нас периодически проводит библиотека имени Пушкина, проводит фримаркеты. Это бесплатные ярмарки, на которые каждый человек может прийти и отнести то, что ему не нужно, и забрать то, что ему нравится и подходит. Что касается пластика, то в нашем городе дела обстоят так. Легко и просто можно сдать только бутылки от питьевой воды и от... Ну подождите, Наталья, ну зачем их сдавать? Если, например, у меня скопились бутылки, какие-то упаковки от бытовой химии, я их собираю в отдельный пакет и выношу к контейнерной площадке. И вот здесь уже в контейнерной площадке есть клеть, куда можно это все отправить. И, наверное, это все приедет и этим распорядятся верно. Ну, совершенно верно. Вы собираете это все в клеть. Вы же, получается, занимаетесь раздельным сбором по сути это дело. И вот как раз вы кладете это все в клеть и после этого это все идет на переработку. Это как раз правильный подход. Где может использоваться, например, бутылка, которая прошла переработку? Это пластик от бутылки, одноразовых стаканчиков, тарелок, упаковка бытовой химии. Что из них можно сделать? Насколько я знаю, я могу рассказать и об обычном применении, и о таком вот необычном. Потому что я знаю, умельцы, предприниматели зеленые, можно сказать так, они делают даже кольца из торсырья. Потом есть люди, которые делают скейтборды из торсырья. Но обычно делают из этого, скажем, те же швабры какие-то, новые ведра, что-то такое. Потом еще делают полимер-песчаную плитку. То есть как-то смешивают пластик и какие-то компоненты. Получается плитка очень долговечная. Мы перерабатываем очень малое количество мусора. Вы наверняка занимались подсчетами и владеете статистикой. Сколько вообще мы производим мусора, куда он девается? И что будет, если даже эти 4-5% мы не переработаем, а где-то будем складировать у себя? Вот такой очень, я думаю, живописный пример. Если собрать тот мусор, который производит человек за год, и сложить в пирамидку размером метр на метр, то она достигнет Луны. Но, соответственно, это все надо куда-то девать. Пластик не разлагается, по сути дела. Потом то, что даже может разложиться, попадает на полигоны. Оно там разлагается неправильно. В результате этих всех процессов разложения выделяется метан, парниковый газ. Это все надо куда-то девать. Но предлагают построить завод мусоросжигательный, взять это все и сжечь. Совершенно верно. У нас предлагают два пути. Либо полигоны, либо мусоросжигательные заводы. Что такое полигоны? Это куча мусора, потому что у нас места становится все меньше и меньше. Все знают про Шиес, но у нас есть свой собственный Шиес, Тамбовский. Это Никифовская область. Пытались построить полигон практически в километре от жилья людей. Вы можете представить, что такое мусорный полигон в километре от жилья людей. Это, естественно, не выход полигоны. Второе. Мусоросжигательные заводы. Но, естественно, когда мы что-то сжигаем, оно же не исчезает совершенно в ноль. Что-то остается. И что остается? Это в основном ядовитые шлаки, которые тоже нужно куда-то девать. Это раз. Потом могут быть выхлопы вредные. Это два. И у нас всегда, когда предлагают мусоросжигательные заводы, у нас говорят так. Вот посмотрите, вот Европа. Там у них стоят мусоросжигательные заводы, и все у них хорошо. На самом деле нет. Европейская комиссия не так давно рекомендовала воздержаться от строительства новых мусоросжигательных заводов. И, кроме того, еще рекомендовала больше не поддерживать мусоросжигательные заводы, поскольку мусоросжигательные заводы, они не отвечают требованиям устойчивого развития. Таким образом, мусоросжигательные заводы — это тоже очень-очень плохо. И я, и в том числе, я подписывала петицию, которая... У нас сейчас мусоросжигательные заводы приравниваются к переработке. Но это неверно. Корни неверно. Но, к сожалению, эта петиция не была услышана. Мы будем что-то думать дальше. Поэтому у нас настоящих выходов только два. Первый — это переработка, и второй — это отказ от одноразового. От того, от чего мы, собственно говоря, можем отказаться. Чтобы у нас не было мусора, его просто не нужно производить. Все. Ну как мы можем отказаться от упаковки? Например, мы приходим в магазин, пластиковый лоток, в нём лежат какие-то овощи, фрукты, либо кусочек пирога. Всё это запаковано в пластик. Всё это потом на кассе мы получаем, полиэтиленовый пакет туда всё сложили, принесли домой. Я, например, даже не представляю, как принести из магазина бытовую химию, миную пластик. Но, кстати сказать, у нас даже в городе есть одно место, куда можно бытовую химию налить в свою тару. С фруктами вообще никаких проблем. Можно использовать многоразовые эко-мешочки, или их ещё называют фруктовки. Да, вот вы пришли не с пустыми руками, и у вас есть интересные подделки и приспособления, с которыми вы ходите в магазин. Мало того, что это экологично, это ещё и эстетично, я считаю. Потому что даже продавцы очень удивляются, хорошо реагируют на такое, спрашивают, а для чего это? Наверное, для того, чтобы стало меньше пластика. Говорят, да, всё правильно. То есть люди уже всё понимают и хорошо к этому относятся. То есть вот этот мешочек у меня вот уже год. И с ним он как новый совершенно. А где вы берёте такие мешочки? Я их шью сама. Вы их шьёте сами? И наверняка и у вас, и у ваших друзей, я подозреваю, тоже есть такие мешочки. И ваши друзья, и ваши мамы ходят в магазин именно так. Да. Но на самом деле я, друзья, я никому вообще стараюсь не навязывать то, что считаю правильным. Я считаю, что важно, чтобы человек пришёл к этому сам. У вас ещё есть на столе контейнер, я не знаю, такое что-то, термос, не термос, и ещё две холчёвых мешочек, сумка. Расскажите, пожалуйста, ещё миска у нас здесь металлическая. Чтобы сложить все покупки, я пользуюсь вот такой тоже многоразовой сумкой. Я считаю, что мало того, что это экологично, это ещё и способ самовыражения. То есть вы можете выбрать сумку с любым принтом, который вам нравится, который, может быть, выражает какие-то ваши сокровенные мысли, что-то такое, что для вас важно. Для покупки, скажем, хлеба я могу пользоваться вот таким мешочком. То есть вы приходите в магазин, берёте хлеб и кладёте его в этот мешочек. На вас как смотрят остальные покупатели, продавцы на кассе? Они не спрашивают, а для чего это? Вы кому-то хотите это в подарок? Да, иногда спрашивают, что это в подарок. Это у нас такое, это в нашем магазине такое продаётся. Но на самом деле я на моей памяти не встретился ни один человек, который пореагировал как-то негативно. В основном всё очень хорошо. Либо не понимают, что это такое, либо сразу понимают и очень хорошо поддерживают. Но хлеб можно купить, не так много мест, где можно купить хлеб на развес. Ну и плюс контейнер, допустим, пельмени, замороженные овощи, пельмени можно купить в свой контейнер. Но это тоже очень удобно, потому что можно сразу в этом контейнере положить его в холодильник или куда нужно. А когда вы подходите на кассе, либо взвешиваете, вам, например, продаец не говорит, что вес будет неточным, потому что здесь ещё и контейнер? Говорят, но в некоторых местах этот вес даже сбрасывают. Скажем, я одно время брала сладости именно в этот контейнер. Меня всегда продавщица знала, она всегда мне сбрасывала этот вес. Действительно, сейчас ещё пока это не слишком распространено, поэтому нужно ещё постараться поискать эти места. Но я надеюсь и верю, что это будет более широкое явление. И, возможно, как-то будет, не знаю, может быть, поддержится законодательно даже. Плюс ещё, скажем, питьевая вода. Но качество нашей водопроводной воды не всегда хорошо, поэтому можно брать воду, вот, то, которое у нас есть краники такие, и там можно набрать... Фильтрованную воду. Да, фильтрованную воду. И брать с собой. То есть вы никогда воду не покупаете в маленькой бутылочке, маленькая бутылочка у вас металлическая, многоразовая, и вы её... Негазированную нет. А газированную, к сожалению, не продают, вот, чтобы можно было на розлив. Поэтому, если негазированная, то так. Если газированная, то изредка. И эти бутылки я сдаю, опять же, в эти контейнеры-сетки. Кроме того, там ещё крышечки есть. Есть такое движение, называется «Добрые крышечки». Эти крышечки собираются, потом отвозятся на завод, и завод на те деньги, которые на вырученные деньги, потом покупают для инвалидов коляски и прочие средства реабилитации. Это такой эколого-благотворительный проект. А что вы покупаете вот в такую мисочку? Для чего она у вас? А я в неё ничего не покупаю. Это, скажем, вот, допустим, если я иду на пикник, на природу, я никогда не покупаю одноразовую посуду. У меня есть такая походная, видавшая виды миска, куда можно, соответственно, класть всю еду. И я считаю, что это гораздо и удобнее, и не вредит природе. Ну, сейчас нам могут, например, возразить наши зрители, сказать, что в настоящее время есть пластик, современный, биоразлагаемый. И он, попадая во внешнюю среду, при определённых условиях он просто рассыпется и не будет представлять никакого вреда. К сожалению, да, есть такой миф, что вот эти биоразлагаемые пластики – это хорошо. Это миф, потому что, распадаясь на множество маленьких частей, этот пластик образует микропластик. У него есть ещё более широкие возможности к тому, чтобы распространиться по всему свету. Его уже находят и в морской соли, и в рыбе. И его вред ещё пока только предстоит оценить. Но предполагается, что вот этот микропластик, он служит как бы ацербентом для прочих вредных веществ. То есть он способен накапливать на себе, на своей поверхности вредные вещества, которые есть в окружающей среде. Да. И таким образом они к нам ещё могут дополнительно прийти и нанести вред. Да. Наталья, зная, например, то, что вы отнесли на контейнерную площадку, и эти материалы использовались вторично, например, какая-то упаковка пошла на переработку, те же самые пластиковые бутылки. У вас не возникает чувство брезгливости, что когда-то это было на контейнерной площадке, а сейчас я должна этим пользоваться и принести себе домой? Ну, во-первых, у нас, насколько я знаю, вот из вторичного сырья вот эти вот пластиковые бутылки заново не делают. То есть только что-то не пищевое. Это раз. А во-вторых, ну, в конце концов, это всё переплавлено. И каждая наша молекула когда-то где-то уже побывала в конце-то концов. Так что меня это не смущает. На самом деле мы все сделаны из звёзд. По большому-то счёту. Я знаю, что вы занимаетесь спортом также с пользой для природы. Расскажите, пожалуйста, об этом. И не только спортом, и туризмом. Скажем, иногда я бег совмещаю, пробежка совмещаю со сбором мусора на природе. Это называется плоггинг. И плюс вот в прошлой осенью я побывала на экосплаве. То есть мы сплавлялись по реке и реколух Владимирской области и собирали там мусор на туристических стоянках. Это было очень-очень хорошо. Ну, вы получаете от этого удовольствие. Вот вы собрали весь мусор, и куда вы его отнесёте? Ну, вы же опять же принесёте к ближайшей контейнерной площадке, либо как-то по-другому поступите с ним? Ну, то, что можно переработать, то, что у нас принимают на переработку, допустим, это алюминиевые банки, стеклянные бутылки, пластиковые бутылки. Я это всё соберу раздельно и сдам в соответствующие пункты приёма. То, что там какие-то... То, что у нас не принимается, соответственно, я просто это выброшу в мусор. Это будет чуть-чуть лучше, чем если бы это было, вот, валялось на природе. Ну, чуть-чуть лучше. Пока только так. Надеюсь, что будет лучше. У вас много единомышленников в нашем городе? Ну, по крайней мере, вот у меня более тысячи подписчиков. У меня есть группа, точнее, паблик по раздельному сбору в Турсырье в Тамбове, и на него подписано более тысячи человек. Вот. И люди... Я знаю, что люди... Вот помимо этих людей, даже я иногда слышу, я как-то ехала в поезде, и вот люди обычные, работяги, ехали на вахты, вот они разговаривали между собой, и один сказал, а вы слышали, что у нас собираются отменить одноразовую посуду? Я думала, что, ну, они скажут, ну, всё, это очень плохо, неудобно. Нет, они сказали, прекрасно, от них только один мусор. То есть люди к этому уже готовы. У многих людей появилось экологичное мышление. Ну, хорошо, экологичное мышление – это великолепно, но вот в период пандемии, прошлый год мы пользовались и одноразовыми масками, и резиновыми перчатками, и пыльзеленными перчатками. Куда всё это идёт? Кроме того, есть ещё очень сложный мусор, как, например, средства гигиены, детские подгузники. Это можно переработать? Есть какой-то мировой опыт? В нашей стране этим занимаются? У нас вообще это совершенно белое пятно практически. Мы что с этим сделаем? Мы просто сожжём? Пока с этим сделать ничего нельзя. Но в дальнейшем, я думаю, что, во-первых, технологии не стоят на месте. Просто всё ещё дело в том, что это всё очень сложно, состоит из разных слоёв. И сложность здесь большая в том, чтобы это всё разделить. Но я думаю, что с этим тоже найдут способ бороться. А что касается того, куда сдать эти маски, с этим пока ещё никто ничего не сможет сделать. Никто ничего не делает. Вот лично вы куда это всё собирали и относили. Это можно отнести, например, в клетия, где собирают пластик? Ну, по сути, это пластик. Ну, я пользуюсь многоразовыми масками. Даже то, что позиционируется как одноразовое, я это стираю. Так что это не проблема. То же самое с перчатками. Я просто это всё мою как следует и стираю. Ну, а вообще, вот у нас, например, просроченное лекарство. Куда их девать? Некуда. То есть у нас, опять же, куда принести батарейки? Батарейки – это у нас очень много места довольно-таки. Это можно посмотреть либо в моём паблике, либо на карте Recycle Map, модератором которой я являюсь. То есть у вас будут конкретные адреса? Ну, например, если у меня есть батарейки, я их набрала какое-то количество. Причём вы можете по карте посмотреть то место. Вот в центре, где эти точки, куда можно прийти? Это какие улицы? Ну, самое то, что приходит в первую очередь, это библиотека имени Пушкина. Это надёжные люди, которые тоже обеспокоены проблемами охраны окружающей среды неравнодушные. И вот они собирают батарейки. Плюс там ещё на Базарной есть комитет по охране окружающей среды. Вот там тоже собирают. Потом в магазинах, там вот бытовой техники собирают. С батарейками ещё более-менее. А вот, например, градусники, термометр, одно единственное место, куда их можно отнести, и то за деньги. Конечно, не очень большие деньги, но тем не менее. А куда мы правильно должны сдать градусник, который либо вышел из строя, показывает неправильную температуру, либо он вообще разбит? Что нужно с ним, как правильно поступить? Потому что растечётся ртуть, ртуть — это пары, пары ядовитые. Это небезопасно для здоровья наших домочадцев. Вот по идее, если термометр разбит, то нужно обратиться в 112, в службу спасения. Но если градусник, термометр в порядке, то они приедут и скажут, ну извините, этим мы не занимаемся, и уедут обратно. Мне рассказывали такие примеры, что такой термометр просто не примут. Это у нас такое белое пятно. Хотя в других городах, да, собственно говоря, у нас в Тамбове было время, когда стояли специальные контейнеры для опасных отходов, ртуть содержащих. То есть это тоже можно всё наладить. Вот у нас, насколько я знаю, где-то в Краснодарском, что ли, крае есть завод, где вот эти вот ртуть содержащие отходы перерабатывают. Эту ртуть потом используют повторно. Они как-то её выпаривают. В общем, всё это можно наладить при желании и при возможностях. То есть ртуть, содержащая отходы, это, наверное, стоит пояснить, что это лампочки, это термометры. Вернее, люминесцентные лампы, которые использовались, это термометры. Понятно. Так. Наталья, подскажите, а куда можно сдать макулатуру? Она где-то востребована? Да, конечно. Ну, даже в доброй точке, вот если, допустим, у вас есть какие-то ненужные вещи, мало того, что вы можете принести эти самые вещи, вы ещё можете макулатуру туда принести. И работники, и волонтёры, и добрые точки сдают эту макулатуру, и на эти средства они, в том числе, поддерживают своё существование. То есть там у них коммунальные какие-то платежи. Может быть, получается не так много, но тем не менее, это какой-то вклад. Мало того, что это вклад в поддержание чистоты окружающей среды, это ещё и вклад в помощь людям. А у нас есть пункты приёма вообще, в принципе, кроме доброй точки в городе, куда можно отвезти макулатуру? Их тоже не так-то много, но они есть. Информацию об этом можно найти либо в моём паблике, либо на карте Recycle Map. Карту Recycle Map разработали специалисты Greenpeace России. Ведут её добровольцы по всей России, которые неравнодушны к вопросам загрязнения окружающей среды. И в числе этих самых людей в один прекрасный день оказалась и я. То есть я сейчас следую эту карту. И все пункты приёма, которые на ней собраны, я их сама лично проверяю. Я своё вторсырьё тоже туда отвожу. Поэтому информация очень достоверная, надёжная. Так что туда можно всё отвозить. Я знаю, Наталья, у вас ещё есть одно очень необычное увлечение. Вы занимаетесь профессионально тушением лесных пожаров. Ну, профессионально всё-таки я не профессионал, я волонтёр. Да, я добровольный лесной пожарный. Я стала добровольным лесным пожарным в 2018 году. Но на самом деле проблема пожаров на природе меня волновала очень давно. В том числе в 2010 году торфяные пожары, которые были в этом году и вызвали очень большое количество смертей из-за задымления, также не оставили меня равнодушны. Но вот в 2018 году я сама стала тушить пожары вместе со своими друзьями-коллегами. И я тут ещё могу сказать, что по большей части причиной пожаров на природе является человек. Вот сколько вот можно назвать природных, вот чисто природных причин пожаров. Это падение метеорита, но это очень редкое событие. Во-вторых, это извержение вулкана, но у нас тоже как-то с вулканами не очень. И в-третьих, это сухие грозы, но они бывают чуть-чуть почаще, чем предыдущие два, но тем не менее 90, а то и более процентов пожаров на природе происходят по вине человека. Поджигателей очень много, а пожарных мало. И поэтому профессиональные пожарные не всегда справляются с этими пожарами. И поэтому свою помощь им предлагаем мы, добровольцы. Наталья, и в заключении программы дайте, пожалуйста, напутствие нашим телезрителям, которые хотят как-то себя изменить и сделать мир чуть-чуть чище. С чего нужно начать? Я думаю, что начать нужно просто с того, чтобы задуматься, а что будет с этим потом. Дальше. Вот я беру что-то в магазине, или я делаю что-то, какое-то действие произвожу. Чем оно закончится? Что будет потом? Какую цепь событий оно вызовет? Один там маленький пакет. Он может быть подхвачен ветром и унесен куда-то, допустим, в океан, и этим кусочком пластика может, допустим, задохнуться какой-нибудь детеныш тюленей, я не знаю. Это всё реально, всё возможно, к сожалению. И вот поэтому самое первое, что мы должны сделать, это задуматься. И, наверное, шопоголикам постараться излечить себя от этого заболевания, от этого увлечения, и найти интересы и удовольствие не только в покупках, но и вообще в жизни, которая нас окружает. Нам есть что сохранять, есть что терять. Наталья, спасибо. Спасибо. А я напоминаю, что это была программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. До встречи. Продолжение следует...